Но как мы все Ну как мы все Быстро повзрослели Время прошло Оглянуться не успели И в нашей памяти Остались навсегда Беспечной юности Лучшие года Лучшие года Я помню, как первый раз влюбился Как неохотно в школе я учился Как на родителей за контроль я злился И как с друзьями вместе веселился Как казанки смещались от удара И как за драку меня рукала мама И как до ночи глубокой мы гуляли И как же много тогда не понимали Ну как мы все Быстро повзрослели Время прошло Оглянуться не успели И в нашей памяти Остались навсегда Беспечной юности Лучшие года Лучшие года Когда амбиции рвались изнутри Как много сил юность нам давала Сколько моментов я там пережила От которых кровь аж закипала Там появились лучшие друзья Там первый раз я поцеловалась Там было то, чего забыть нельзя Там постепенно с детством растопалась Ну как мы все Быстро повзрослели Время прошло Оглянуться не успели Для нашей памяти Остались навсегда Беспечной юности Лучшие года Лучшие года Лучшие года И вот сейчас вроде бы большой И взгляд на жизнь с годами изменился Только понять Никак я не могу Зачем же я Взрослеть так торопился Доброе утро Доброе утро, Новосибирска Но сегодня музыкальная Дуэт «Алмаз» нам намекает Как бы, что проходят мимо лучшие года Евгений Значит, нужно просыпаться, петь, танцевать В общем, чувствовать себя достаточно молодо И держать себя в форме Меня зовут Евгений Чурилин Моя коллега-соведущая Алена Чурилина И у нас в гостях С собственной персоной Дуэт «Алмаз» Николай и Мария Доброе утро Доброе утро Дуэт «Алмаз» Популярная музыкальная группа Сибири Образованная в 2005 году Самой известной песней считается Композиция «Город 54» Которую поклонники называют Неофициальным гимном Новосибирска Дуэт «Алмаз» Лауреаты и участники Российских и международных Музыкальных конкурсов Ну и сразу хочется задать вопрос Скажите, вот песня Которая называется «Лучшие года» Мы правильно понимаем? Вы когда ее поете, не плачете? Она относится именно к этому Что «Лучшие года» пролетают Или что хорошо, что есть что вспомнить? Пока еще мы, наверное, не подошли К этому рубежу, когда хочется плакать Но надеемся оттянуть этот момент На подольше Кто автор песни? Автор песни, так получилось, что У Марии есть друг Его зовут Роман Митрофанов Он служит в Москве В Росгвардии И случайно получилось, что Говорит, у меня есть песни Давайте, говорит, вы их исполните Я говорю, Ром, ну присылай на почту Послушаем И вот он несколько нам композиций прислал И вот как раз «Лучшие года» нам сильно понравились И мы ее сделали вот в нашем уже исполнении А вообще часто ли сотрудничаете с авторами? Или есть авторское творчество? Да, да, да Ну то есть и мы пишем И я вот с различными авторами подтягиваю их Мониторю, социальные сети В общем, слежу за тем, что происходит Вообще вот по Не только России, а по миру Ну здесь действительно Целый же огромный процесс скрывается за этим И музыка на месте не стоит Она тоже как-то трансформируется В другие биты уходит В другое какое-то, не знаю Какое-то звучание иное приобретает Мы с аранжировщиками, да, так же работаем И те, кто сводит с разными И может быть поэтому некоторые песни звучат по-разному Потому что люди разные делают Ну смотрите, пришел материал вам на почту Да Кто принимает решение? Мария, вы принимаете решение? Будете в этой пятерне? Все решения принимаю я Да нет, на самом деле мы всегда все обсуждаем Николай со мной советуется Говорит, Маш, как тебе? Нравится и нравится? Будет ли хитом? Я говорю, ну что-то в этом есть, давай запишем Ну как-то мы всегда работаем Совместно Совместно, сотрудничаем А вот присылают как? Просто текст или все-таки какой-то там наигрыш есть? Мелодия Знаете, вообще по-разному Некоторые пишутся с нуля там песни Допустим, как у нас там река памяти То есть я, допустим, даю техническое задание Как мы там дизайнерам да, даем Так же дается техническое задание Поэтам вот мне нужно то-то, то-то, так-то, так-то В такой-то части показать то-то, то-то И вот, допустим, мы пишем текст Потом это уходит композитору Он ее уже по-своему делает Аранжмент делает Да, и аранжировку, и вот мелодии и так далее Вот, то есть все по-разному Кто-то готовый материал полностью присылает Конечно, легче работать с готовым материалом Когда уже полностью все есть, да? Ну хотя бы ты слышишь основную гармонию Музыкальную тему какую-то Что так или иначе То есть даже если она, к примеру, по стилистике не совсем подходит Да, что ты уже чувствуешь, что из нее можно сделать А здесь получается творчество такое на максимуме Да, на максимум, да Ну, некоторые песни пишутся под нас непосредственно То у нас скоро выйдет новый трек А потом еще мы уже работаем наперед Вот, и, допустим, трек под нас прям писался То есть вот сейчас процесс, который вот мы как раз работаем Составляем где, как Маша будет петь, где там я буду петь Какие слова, то есть вот именно под дуэт уже подбирается А вообще сколько времени уходит вот от написания песни, да? Вот она пришла, к примеру, в каком-то виде, в черновом И до продакшена, к примеру Ну, порой долго, знаете, месяца-два может даже уйти Потому что долгие процессы, сведение очень долго идет Чтобы вкусно звучало Потому что сейчас настолько модно всякими обработками и так далее Поэтому тут нужно очень много времени на это потратить Чтобы вот все летало, как говорится, и ничего не мешало Маша, вам вопрос, кто кого корректирует во время этого творческого процесса? Потому что вот, смотрите, аранжировку вы сделали Ну, понятно, что вместе договорились, да? Песня хорошая, берем, будем делать Да, да, это уже все, здесь без конфликтов Понятно, да Дальше Потом начался творческий процесс И вы понимаете, допустим, что ваш партнер что-то делает не так Кто кого комментирует, кто кого корректирует, за кем последнее слово? Можно ли сказать нет, я сказал или сказала? Сказал, да, будет именно вот так Ну, на самом деле, я доверяю вкусу Николаю полностью, всецело Я во все эти технические процессы даже не вникаю Он как-то меня вот этого оградил Он мне только показывает, Машенька, тебе нравится, как звучит? Вот это нравится, я говорю, да, нравится И он как-то в этом плане Почти вот когда уже готова полностью Вот тогда я уже Маше показываю и говорю, ну вот скажи свое мнение После его долгих трудов я могу сказать Да, долгих трудов Что-то мне не нравится Не, ну бывает такое, да, мы дальше работаем с звукорежиссерами Вот, и, в общем, работа такая плотная идет Да, просто Николай очень скрупулезный И к каждой детальке, да, относится по сто раз все переслушает, пересмотрит Но на самом деле это и правильно Поэтому я думаю, что наши песни, они действительно вкусные, качественные И по звучанию, и по текстовому содержанию Да Но так или иначе, если вы несете это в массы То вы должны сами быть довольны Хотя бы на конкретном этом этапе Выпускаемым продуктом, чтобы было не стыдно Показать его глазам и ушам зрителя и слушателя Да, да, да Ну вот даже, допустим, с этой песней лучшие годы Мы ее часто используем в концертах И когда ее заканчиваем, всегда такая пауза идет у людей Потому что думают, что она дальше будет еще Вот, и они прям ждут А как бы все, конец А я знаю, чего мы сейчас ждем Да, друзья, сейчас будет небольшая информационная пауза Посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала ЭНСК-49 После чего вернемся в студию и продолжим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok